Веган Христолюб Всех приветствую! С вами я, Веган Христолюб. Мы с вами продолжаем читать краткие наставления Антония Великого. Избранные наставления Антония Великого. Сегодня мы с вами почитаем 18 наставление, коротенькое о свободе. Ролик я назвал «Тьма или свет?» «Тьма или зло делает тебя рабом, и ты являешься рабом, ты являешься несчастным человеком, а свет, добро, любовь делает тебя свободным, то есть счастливым человеком». Итак, 18 наставление Антония Великого. Свободными почитай не тех, кто свободны по состоянию. Я добавляю, то есть внешне, по телу, по плоти. То есть мы не рабы в оковах какие-нибудь крепостные. Но ты свободными почитай не таких людей, кто свободны по плоти, но тех, кто свободны по жизни и нравам. Не должно, например, называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздержны. Потому что такие суть рабы, чувственных страстей, свободу и блаженство души составляет настоящая чистота и презрение привременного. Ну или временного. Ну здесь как бы Антоний на богатых, так скажем, упор сделал. Ну в смысле о том, что, конечно же, особенно в древние времена рабство было распространено. Сейчас у нас такое рабство негласное. Ты просто работаешь за копейки, весь в ипотеках, кредитах и прочих вещах. Да, раньше побольше было такого физического рабства. Но, естественно, если ты богат, ты не раб, а если ты беден, ты раб. По сути, так всегда и было. Но я говорю сейчас, честно, не сильно это отличается. И поэтому от того, что ты вроде бы свободен по плоти, еще раз Антоний вторично повторяет на примере, то если ты зол, злы и невоздержны по нраву, слова одни и те же. Антоний Великий сказал что-нибудь новенькое. Ничего. Давайте вспомним, что говорил Иисус в Евангелии от Ана. Восьмая глава. Мы вырвали немножко из контекста, в том плане не будем много зачитывать. Не хочу вас утомлять сегодня. Напомню лишь тем, кто Евангелие и так должен знать для христиан. Тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, пребывать значит исполнять, если будете исполнять, то вы истинно Мои ученики». Если исполняете Мои заповеди, Иисус говорил, вы Мои ученики, вы любите Меня. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину». Каким образом? Сначала познается теория, учение. Я размышляю, а потом я что реализую? И когда я реализую делами, свои мысли, свои соображения, свое учение или чье-то учение, которое я услышал, я что познаю опытом, что это такое? «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, мы не были иудеи, мы отвечали, мы семья Аврамова, мы не были рабами никогда никому. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им, истинно говорю вам, всякий делающий грех, грех есть зло, беззаконие, беззаконие, я так писал, а грех есть беззаконие, беззаконие, грех, зло, одни и те же самые слова. «Истинно говорю вам, всякий делающий грех, раб есть греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Знаю, что вы семья Аврамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю вам то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Всякий делающий грех, раб есть греха». Что тут можно сказать? Абсолютная истина. Каждый, пройдя путь христианской жизни, святой жизни, если хотите кому-то слово христианское неудобное, да, люди меня разные слушают, святой, доброй, добродетельной, светлой жизни, истинной жизни, тот все это знает. Действительно, когда мы делаем зло, а это зло прежде всего, если мы делаем, значит, оно живет в нас, значит, мы его желаем, мы его хотим, да, то оно делает нас несчастным. Мы сами не свободны. Не свобода, рабство делает человека несчастным. Вот это рабство греху, рабство злу действительно делает меня самым несчастным человеком. И мы действительно добродетель, добро, любовь, которая во мне, которую я раскрыл, которую я проявляю, потому что она внутри меня, да, в делах своей жизни, то, естественно, она делает меня счастливым. Я люблю, я любим. Конечно же, в мире, лежащем во зле, где свободных по-настоящему людей, то есть от зла, от греха совсем немного, основная масса – это действительно рабов, это людей злых, пребывающих во зле, в грехе, то, конечно же, мы страдаем по плоти, это понятно, но по духу отнять у нас эту свободу никто не может, потому что это твоя внутренняя свобода, ее невозможно забрать, да, это это внутреннее. Так что вот так вот, что Антоний сказал нового, ничего. Мы видим, что действительно люди, познавши истину, говорят об одном и том же, только разными словами. Иисус Христос так и говорил, что и больше вия сотворите, в том плане, если ты будешь подольше жить, то разное, чего еще можешь наговорить, наделать, вот в этом смысле, конечно же. А та, суть проста. Поэтому все, кто хотят быть счастливыми, все, кто хотят быть свободными, освобождайтесь от зла, от зла в своем сердце, от зла в своей жизни, соответственно, да, тогда, естественно, ты становишься счастливым. Потому что если в тебе нет греха, нету зла. Греха, конечно, понятное дело, подразумевается не религиозной, бредней. Ношу ли я там платочек, отпустил ли я бороду, вычитывали правила, молюсь ли, пощусь ли, читаю ли Библию, конечно же, это не является ни добродетелью, ни грехом. Соответственно, если я это делаю или не делаю. Настоящее зло и настоящее добро – это ненависть и, наоборот, противоположная ей любовь. Ненависть – это зло, любовь – это добро. Вот и все. Ненависть – это тьма, любовь – это свет. Вот и все. Поэтому тот, кто любит. Ну, а любовь – это поступать с другими. Не поступать, не делать никогда, никому, ни в каких условиях, ничего того, что ты не хотел бы себе, и наоборот. Поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Поэтому все очень просто. Любовь – это делание людей вокруг. Не делание, я говорю, прежде всего, никого, ничего. Никакого зла. И, наоборот, сколько можешь, делаешь добра миру, тебя окружающим, растительному, животным, людям. Чтобы они были счастливы. Но не путайте, что в мире, лежащем вас зле, это не значит, что ты всех грешников гладишь по головке. Любовь к грешникам проявляется в их обличении. В обличении их злодеяний. Это очень важно. Потому что, когда они каются и становятся святыми, вот тогда мир становится светлее. От того, что вы тьму гладите, она светлее не становится. Это очень важно. Чтобы мир переквасился, он должен стать святым. А не от того, что ты и стал, остальных ты только по головке гладишь, поощряя и отправляя их, благословляя их на дорожку в ад. Так что, вот так вот. Когда вы грешника не обличаете, а гладите его по головке, по головке вы лишь благословляете его на добренький, на пространный широкий путь в гиену огненную, где будет плач и скрежет зубов. Так что не путайте эти вещи. Настоящая любовь святого человека к миру лежащему возле, это его обличение. Это очень важно понимать. Прежде всего, своей жизнью святой. А на второй уже своими словами. Ну, такое вот наставление Антония. Прекрасное. Ничем не отличающееся от слов Иисуса. Что те, кто злы и невоздержны в своей жизни, те пребывают в рабстве. Анатония. Анатония. Субтитры создавал DimaTorzok